Всем привет, друзья! С вами WayProject, меня зовут Аскар, и пришло время рассказать про самые яркие события апреля. Димаш Кудайберген вывесил флаг Казахстана в США. Популярный певец поделился фотографией на фоне флага Казахстана, который вывешен в окне его квартиры в Штатах. Бибисара Асаубаева снова стала лидером Гран-при в Индии. Двухкратная чемпионка мира, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, одержала четвертую победу на третьем этапе Гран-при в Нью-Делли, что позволило ей вернуться в список лидеров данного турнира. Школьницу из Павлодара пригласили на учебу 9 мировых вузов. Выпускница Назарбаев интеллектуальной школы Амина Артыкбаева из Павлодара получила приглашение аж из нескольких вузов США и Катара. Среди них есть два университета из элитной лиги Плюща. Все эти учебные заведения обещают девушке полную финансовую помощь. Жанебек Алимханулы попал в рейтинг чемпионов вместе с Канело. Незнающий поражений казахстанский боксер среднего веса Жанебек Алимханулы попал в рейтинг самых активных чемпионов мира в профи от авторитетного портала BoxLife. Рыбакина в топе WTA выделила достижения звезды из Казахстана. Казахстанка Елена Рыбакина стала лидером по подачам на вылет в мировом женском теннисе. 23-летняя Рыбакина совершила свыше двух сотен эйсов и успешно выступила на турнирах в США. Сервис такси InDrive передал российский бизнес казахстанской компании. Российская компания InDrive перешла в собственность казахстанской InDales. Бизнес планирует перезапустить под брендом InDales и развиваться на рынках России и СНГ. Для этого компания активно ищет сотрудников. Два казахстанца попало в рейтинг топ-50 лучших боксеров мира. Издание World Boxing News представило рейтинг 50 лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, за апрель 2023 года. В рейтинг попали два казахстанских боксера в среднем весе. Обладатель титула IBO Геннадий Головкин и Женебек Алимхан-Уллы, которому принадлежит пояс WBO. Головкин занял 27-е место, Алимхан-Уллы – 48-е. Алматинские школьники победили в международном конкурсе НАСА. Научный проект IONICA, подготовленный учениками 8-го класса ниш физико-математического направления Алматы, Рамазан Амре и Сумбат Барсагазе стал лучшим среди ракетостроителей мира. Ташкент и Самарканд выбраны столицами СНГ в 2024 году. Самарканд был объявлен культурной столицей, а Ташкент – молодежной столицей Содружества в 2024 году. Казахстан и Вьетнам установят безвизовый режим. Стороны обозначили возможности дружественных взаимоотношений в консульской сфере. И один из важных шагов – договорились о подписании межправительственного соглашения и облегчили визовый режим. В Казахстане с июля можно будет чередовать четырехдневную рабочую неделю с пятидневной и шестидневной. Второй или третий выходной при пятидневной и четырехдневной рабочей неделе теперь можно будет установить коллективным договором. А это были новости за апрель. Пишите комментарии, ставьте колокольчик и подписывайтесь на наш канал. С вами был Аскар. До скорых встреч. Пока.